К нашему эфиру присоединяется Питер Залмаев, американский политолог, директор международной некоммерческой организации Евразийская демократическая инициатива. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, друзья. Ну вот сразу несколько важных заявлений относительно украинского контрнаступления накануне прозвучали из США. Вот так координатор Совета нацбезопасности Джон Кирби заявил, что США и союзники сделали все возможное для подготовки Украины к контрнаступлению. А вот советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил следующее. Военные действия украинских сил приведут к возвращению стратегически важной территории. Мы в этом уверены. А вот что касается срока, то здесь и Салливан, и Кирби дали одинаковый ответ. Когда украинцы начнут, это зависит от них. Как вы оцениваете такие заявления и вот такую уверенность наших партнеров? Во-первых, да, уверенность обнадеживает. И тут нельзя недооценивать все-таки этого факта, что и украинцы, которые получили это оружие, и западные партнеры, которые это оружие дали, знают намного лучше, даже чем самые, знаете, российские разведчики, российская разведка, которая работает и оценивает сейчас боеспособности Украины. И никто не знает так, как знают это в Вашингтоне и в Пентагоне. Поэтому есть надежда, что они действительно знают то, чего еще не в полной мере знаем мы. А вот то заявление, о котором мы сказали, что украинцы знают, когда начать контрастное наступление, когда его закончить, во-первых, это сродни месседжению Запада с самого начала войны, что Украина будет знать, когда ей садиться за стол переговоров, и мы не вправе ее подгонять. Поэтому вот этот месседж параллелен главному месседжу всей этой войны. Ну и, собственно, это реакция на дискомфорт украинской стороны, которая последние несколько недель уже ощущает это давление. Не просто давление от демазиатных правительств, или от Пентагона, или от НАТО в целом, а давление вообще от давления ожиданий, что называется, ожиданий населения этих стран, публики, которые, разумеется, в цивилизованных странах, как мы сейчас их называем, всецело остаются на стороне Украины и ожидают побыстрее уже этого контраступления. Но, опять-таки, одно дело то, как воюют, знаете, генералы сидящие и солдаты сидящие не в окопах, а на своих диванах, а военная премудрость – это совсем другая история. И я рад, на самом деле, что сейчас Украина и западные партнеры работают в унисон. Что касается и мессенджинга, и Украина имеет возможность сейчас планировать наступление в том месте, которое она желает, и по тому графику, который устраивает ее. Да, это важно. Скажите, вот в Белом доме прокомментировали и возможность вступления Украины в НАТО. Там дали понять, что в настоящее время считают это не главным. И, как сказала спикер Белого дома, Карина Жан-Пьер, сейчас все усилия направлены на военную поддержку Киева для победы над Россией. И вот на прошлой неделе министр обороны Британии Бен Уоллес призвал смотреть реалистично и не обещать Украине лишнего. И в то же время, да, вот премьер Польши Моровецкий выступил за быстрое вступление Украины в НАТО, и так как она борется за гарантии безопасности для всего мира. Вот чего нам ожидать, да, на саммите в Вильнюсе, вот после таких заявлений абсолютно разных? Я думаю, что мы можем ожидать программы минимум и максимум одновременно. Это повторение, собственно, заявление Енса Столтона, данного еще неделю-две назад, что Украина будет членом НАТО. Но опять, когда вопрос выносится за скобки и за рамки, в том числе, вильнюсского саммита? Мы не будем принять ли на вильнюсском саммите, это уже очевидно. Тем не менее, коллективная мудрость стран-членов НАТО сейчас гласит, что Украина рано или поздно будет членом НАТО, все понимают, что другой альтернативы членов НАТО по-настоящему для Украины нет. Все также понимают, что страны НАТО, и в частности ее крупнейшие грехи, такие Германия, несут непосредственную ответственность за то, что произошло 24 февраля, даже, будем говорить, с 2014 года, начиная, агрессия России против Украины. Разумеется, это произошло в силу вот такой половинческой позиции НАТО по поводу Украины. 2008 год, если вы помните, Бухаревский меморандум, Грузия-Украина, да. Мы готовы с вами танцевать в этот вальс, но, опять-таки, никаких сроков и никаких гарантий. Ну, вот это, собственно, и дало повод для Путина полагать, что Украину рано или поздно возьмут, но еще не скоро, и вот именно сейчас есть возможность раз и навсегда покончить с этим государством. То есть, и вот это, собственно, и произошло, и все понимают, что ответственность коллективная лежит на всем, собственно, Альянсе. Поэтому мы услышим эту декларацию, и это, конечно, хорошо. К сожалению, пятая глава Харки и НАТО о коллективной безопасности является этим, знаете, камнем преткновения, покуда Украина вовлечена в активную войну против другого государства, то есть, или Россия, это государство, вовлечена в войну против Украины, Украина не может стать членом, потому что это будет, опять-таки, означать автоматическое вхождение всего Альянса в войну с Россией. Поэтому на это, разумеется, еще не готовы пойти эти страны, хотя бы потому, что нет механизма обхода этой пятой главы. Нет механизма, по которому можно предложить Украине какой-то гибридный вариант членства, который, допустим, бы покрывал этой главой критикой безопасности неоккупированные части страны. Хотя уже есть такие креативные идеи, в том числе Курт Волкер их, бывший специалист США по Украине предлагал другие, также военные эксперты это предлагают. Ну и в целом, нужно сказать, что НАТО, несмотря на то, что она усилилась крайне, по сравнению с тем, что было пять лет назад, приняло целый ряд доктрин, которые призваны реагировать молниеносно на любую агрессию со стороны России, в том числе доктрина Tripwire. Tripwire это буквально когда первый, знаете, скажем так, сапог российского солдата пересекает границу с НАТО и вот задевает эту леску Tripwire. И НАТО выработало доктрину моментального реагирования, которое призвано не дать врагу захватить ни одного квадратного дюйма территории НАТО. Но, опять-таки, НАТО пока еще не достигла этого уровня, несмотря на то, что в два раза увеличилось военное присутствие в странах Центральной Европы, в том числе и в Балтийских странах. Опять-таки, эта готовность оставляет живо от лучшего и, разумеется, рассматривается членами НАТО, многими, как ситуация, которая пока не позволяет НАТО принять нового члена в свои ряды. Президент Владимир Зеленский сообщил лидерам стран Латинской Америки, что хочет прилететь к ним навстречу. Ну, да, во время войны это будет сложно сделать, но он готов. Я хочу процитировать его слова. Я готов прилететь, я хочу общаться. Ваши люди, ваше общество доверяют своим лидерам. И если я буду с вами говорить, буду у вас, мы детально увидим, кто такой Путин и что он не такой великий. Его время прошло, а наши нации должны дружить и развиваться. Как вы полагаете, вот этот призыв будет услышан? И как скоро могло бы состояться такое турне? Ну, вы знаете, чтобы он был бы услышан, и опять-таки, не гарантия, что Украине удастся легко и быстро переломить российский, победить российский нарратив в Латинской Америке, в Африке, в странах так называемого глобального юга. Но, опять-таки, не попытавшись, мы не можем сказать. Конечно же, мы обязаны пытаться. Этого никогда не происходило. Не было, судя по всему, нужды. По крайней мере, так рассуждали украинские правительственные чиновники. Одни за другими. Ну, вот сейчас, когда Россия активно пытается обойти режим санкций так называемого англосаксонского западного мира, которого она объявила враги, вот такая нужда сейчас появилась. Россия достаточно успешно использует эти антиколониальные тезы, что именно не Украина воюет против своей бывшей митрополии за независимость и ведет антиколониальную борьбу, причем и не один год, и не девять лет, а больше несколько сотен лет. Так вот, Россия достаточно успешно убеждает тех же латиноамериканцев, африканцев в том, что они воюют против Запада, того Запада, которое, вы помните, они говорят латиноамериканцам в виде бывшей митрополии Испании или африканцам в виде их бывших митрополий Великобритании и Франции. Смотрите, как вы воевали за свою независимость против этих европейских подонков, так и мы воюем против них, за суверенитет, ну и, по сути, право делать, что мы хотим в своем подбрюшье. И, собственно, в Латинской Америке сейчас целый ряд трендов, которые крайне небезопасны, в том числе и для влияния Америки. В этом регионе сейчас идут активные контакты между свежеиспеченным президентом Бразилии Лула Басилова, который отметился своими абсолютно неудачными и обреченными миротворческими инициативами по украинскому направлению. Так вот, он ходит в контакт сейчас, буквально обнимаясь с президентом Мадуро, президентом Венесуна, который является клиентным государством Российской Федерации. Вот такой леватский фронт, антиамериканский, соответственно, знаете, недруг моего недруга, мой друг. Вот по этому принципу сейчас раскладывается пассианс в Южной Америке. Ничего плохого и ничего неполезного в визите президента Зеленского в Латинскую Америку не будет. И, разумеется, есть шанс, что украинский нарратив, по крайней мере, начнет звучать громче, если не из уст президента Венесуна, то, по крайней мере, заголовок газет, радио, телевидение. И таким образом создавать баланс этому все превалирующему российскому, антиамериканскому, так называемому, антиколониальному нарративу. Да, главное показывать, что мы открыты, мы готовы к общению, мы к себе зовем и сами готовы ехать. Да, это очень важно. Ройтерс сообщает, что вот в эти выходные во время азиатского саммита по вопросам безопасности в Сингапуре высокопоставленные должностные лица около 20 крупнейших мировых разведок провели секретную встречу. Вот источники Ройтерс говорят, что в переговорах фигурировала в том числе и война в Украине, тема войны в Украине, развязанной Россией. Вот такая встреча разведчиков, как вам кажется, может быть предвестником каких-то важных политических решений? Нет, ну разумеется. То есть, опять-таки, несмотря на то, что говорят, знаете, уже стало таким вот рефреном, что все решится на поле боя и все решат ВСУ. Опять-таки, в этом есть своя правда. С другой стороны, опять-таки, без политических решений. Войну эту будет выиграть очень и очень сложно. И этим объясняется, собственно, целый ряд диверсионных операций, которые мы видим сейчас на территории России. Война уже переползла границы Российской Федерации и полным ходом идет на юге Белгородской области. Беспилотники падают на подступах к Москве, в Кагружской области и так далее. Это, собственно, тоже есть частью этой гибридной войны. И тут, разумеется, очень важная компонентная именно политическая, потому что всем стало понятно, покуда Путин и его комарили живы, они эту войну военным способом заканчивать не собираются. Спецпосланник Ватикана по Украине кардинал Матео Дзупи сегодня приедет в Киев с двухдневным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Ватикана. И сообщается, что главная цель – это переговоры о возможных путях достижения справедливого мира и поддержка жестов гуманности. И вот ранее агентство Reuters сообщало, что Дзупи попытается встретиться отдельно с Зеленским, а затем с Путиным. Как вы полагаете, чего можно ожидать от этого визита? И вообще, как оцениваете роль Ватикана, который создал такую миротворческую миссию? Знаете, миротворческие миссии Ватикана и вообще участие, роль Ватикана в разных трагедиях и войнах, особенно предыдущего столетия XX века, я говорю сейчас и про Вторую мировую войну, и еврейский вопрос и так далее, более чем сомнительное и неоднозначное. Это я выражаюсь крайне политкорректно. И вот тот факт, что нынешний Папа Римский, несмотря на свои благие намерения, постоянно, знаете, наступает на грабли и побиваемый этими граблями, продолжает все равно эту политику, ну, заставляет, конечно, задуматься о том, насколько полезно участие вообще Ватикана в этом миротворческом процессе. Иногда кажется, что молчание Ватикана, конечно же, принесет намного больше добра и, собственно, доброй воли по отношению к Ватикану, нежели попытки как-то пытаться уравнять жертву с, собственно, преступником с палачом, как это делается постоянно, надо перестать убивать попытки свести украинских и российских беженцев в каких-то объятиях на камеру. Понимаете, это все связывается о коренном непонимании этого конфликта и эмоциональной заряженности со стороны беженцев страны-жертв Украины. Тут уже неоднократно замечалось, как бы отмечалось само прошлое и, скажем так, идеологическая, внеклирикальная начинка Папы Римского, который, не забывайте, родом из Аргентины, ну и является таким вот католиком-леваком, католиком-прогрессивистом. Это, в принципе, известная такая когорта, которая тоже всегда вот в любом конфликте узревала и узревает влияние этих коварных англосаксов, этих империалистов, капиталистов. Даже если он так это открыто не скажет, это является его подноготной. И в его месседжах мы слышим, вот и я, по крайней мере, слышу именно вот, собственно, такое вот крайне вредное для нас отношение по отношению к США. И тут ненароком просто ретранслируется российская теза о том, что война, которая задействовала две стороны, но это означает, что в той или иной мере обе стороны виноваты, и без пяти минут Папа Римский начнет говорить сейчас о том, что о расширении НАТО, это любимая и абсолютно лживая теза Кремля, что если бы не расширение НАТО, то все было бы спокойно, Россия жила бы в мире со всеми. Поэтому мой совет ватиканским дипломатам, учитывая их крайне неуспешный миротворческий, скажем так, опыт последних 15 месяцев, просто молчать, и будет намного полезнее. Ну вот Матео Цзупе будет два дня в Киеве, да, может у него будет возможность посетить там Бучу, Бородянку, Ирпень, посмотреть все своими глазами, знаете, может тогда понимания больше будет. Это всегда полезно, опять-таки, возвращаясь к теме визита латиноамериканских журналистов, которые тоже повезли Бучу, Бородянку, это всегда полезно, это эмоциональный, знаете, и очень личный соприкосновение. Да, но дело картинка на экране, да. Да, и вот, кстати, вы сказали, тут я действительно, раз я уже сказал по поводу Папы Римского, того факта, что он родом из Латинской Америки, вот тут как раз может быть полезно, на самом-то деле, вот эта связка Ватикан, учитывая его сильные позиции на латиноамериканском, на южноамериканском континенте, в принципе мог бы поспособствовать как раз выравниванию этого месседжинга, собственно, и информационного тона по поводу войны на своем континенте. Вот тут была бы большая польза, да, в отношении именно общественного мнения в странах, так называемого, глобального юга. Разумеется, Африка, это тоже очень важный компонент, тоже очень серьезное влияние католической церкви там. А напрямую пытаться свести две стороны, опять-таки, уравнивая жертву и палача, вот это явно не на пользу нам. Ну вот, свой мирный план прекращения войны в Украине на прошлой неделе предложила Индонезия, и вот главное, что он предусматривает, я процитирую, прекращение огня, отвод войск на 15 километров от линии фронта, ввод миротворцев в ООН и проведение референдума, цитата, на спорных территориях. И вот в украинском МИДе уже отреагировали и заявили, что это приведет лишь к тому, что Россия закрепится на захваченных территориях и подготовится к новому этапу военной экспансии. Вот еще министр обороны Алексей Резников заявил, что этот план звучит как план России, а не Индонезии. Скажите, у Украины есть своя формула мира, да, абсолютно всем понятная. Почему вот тогда некоторые страны предлагают свои варианты, но иногда вот действительно, как под диктовку Кремля написанное? Не просто уравнять жертву и агрессор, а здесь уже... Я больше чем уверен, что это не как под диктовку Кремля, а под диктовку Кремля, учитывая все предыдущие миротворческие инициативы, от кого они сходили. Это все Бразилия, Южная Африка, Китай, разумеется. Тут еще не хватает Индии, и для полного уже пасьянца это будет БРИКС. Это группа стран, куда ходит и Россия. Ну и, собственно, Индонезия давно является таким членом-аспирантом, то есть членом-кандидатом в БРИКС, я думаю, без пяти минут Индонезия будет членом этой группы. Собственно, ну и знаете, что когда там было заседание, если не надо, большой двадцатки, где-то год назад, как раз Индонезия, несмотря на то, что Путин туда не прилетел, Индонезия с распростертыми объятиями его там ждала. Поэтому тут, разумеется, сомнительная роль этой страны в миротворческом процессе. Опять-таки, очевидны здесь еще с советских времен связи и секретных структур Российской Федерации, Индонезии. Ну и само по себе формулировка, разумеется, абсурдна. Конечно же, это процесс референдумов, он длительный процесс, особенно если тут речь идет о международных наблюдателях. Разумеется, это сразу же дает возможность России заморозить конфликт и дать время для передвижки. Ну и опять-таки, посмотрите на формулировку этого плана. На самом-то деле, это план, он не на пользу ни Украине, ни России. Это связано в абсолютном невежестве индонезийской стороны. Какие референдумы на оккупированных территориях Украины, Запорожской области, Крыму, Донбассе и Херсонской области, если они уже, согласно российской конституции, являются частью Российской Федерации. То есть, что там... Они уже там проводили, да, да, референдумы. Да, они уже были проведены, якобы. То есть, повторно проводить эти референдумы, это будет идти против самой же Российской Конституции. Понимаете, то есть, тут уже априори заложена абсурдность. Этот план даже, он почит в БОЗе, мертворожденным, даже в отличие от бразильского и южноафриканского и китайского планов. То есть, этот план не имеет вообще абсолютно никаких шансов на серьезное рассмотрение и внедрение. Спасибо огромное, Питер, за вашу оценку, за ваши комментарии, за эту содержательную беседу. А зрителям напомню, Питер Залмаев, американский политолог, был с нами на связи. Спасибо еще раз. Всегда ждем. Спасибо. Спасибо.